Фух, подходит к концу наша ночная, дневная, вечерняя, в общем, бесконечная трансляция. Шазамы решили играть опять же с лон-друидом, потому что на прошлой карте этот герой был довольно успешным, скажем так. Ну вот теперь понадобится на Today что-то изобрести, чтобы хотя бы одну карту. Ну, кстати, это уже игра ничего для нас туда не решает, Шазамы тоже там уже все вроде все обеспечили, что хотели, проходят они в плей-офф, однако, ну, я так скажу, я игру Шазамов видел только одну, вот предыдущую, она меня не очень впечатлила, потому что они, ну, можно было и красивее, и интереснее, и быстрее сыграть. Но, как видите, не получилось. Но Today, ну, они только разочаровывают, к сожалению. Рут, take my energy, это не помогает. Не помогает. Вадон, хитрый такой персонаж. Лордарчик тоже появился. Ио, интересно, под кого Ио? Ну, вот в Not Today я говорил, такое было внутреннее у меня ощущение, что нет идей. И вот сейчас то же самое. Ну, в меньшей степени, потому что здесь уже неплохой мастфайт вырисовывается. Есть вроде как есть тот, кто может ворваться, это Сардар. И есть дополнительный, ну, давайте назовем его врыватор Ио, который на релокете может привести кого-то. Ну, возьмите тогда уже Тинни, да и не парьтесь. То есть берем Ио Тинни, идем в центр, геррокоптера оставим формить легкую линию Switch Doctor, а мы Сардар сложная там пусть как-то пытается что-то придумывать. Или возьмите вообще Ио Хаус Найта. Рабочая же стратегия, сдавайте, сдавайте, вперед, Not Today. Последняя игра уже, ну, ничего она особо не решит. Покажите красивое что-то. Оу, 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 Outworld Bower. Ну, сдавал он и взлеты, и падения, и даже вот сегодня получалось у него выигрывать и проигрывать. Интересный, интересный герой, конечно. Почему интересно, давайте объясню. Ну, во-первых, интересно, потому что его практически полностью переработали, все скиллы у него работают по-другому, ну, кроме, может быть, пассивки, которая вроде осталась, как бы, и то ее до этого тоже переработали, потому что она там с левелом увеличивала процент, а сейчас процент с левелом не увеличивается, да. Ну, уже какое-то время, но, опять же, это была пассивка подвергнута переработке. В общем, имба-спирит. Имба-спирит, спирит, 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 спирит. Ну, ладно, посмотрим, как это будет играться. Так вот, Devour. Очень интересный орб-эффект у него получается, вот, и персонаж теперь, как бы, переквалифицируется, ну, во всяком случае, должен, наверное, переквалифицироваться на ДП-эсера. Потому что раньше, ну, как, в любом случае, у Devour очень большой урон был от орба. Но сейчас орб еще и кратит интеллект. К дополнению, там, вот, этому урону. Кража интеллекта, причем довольно большая кража интеллекта. Вот, если у вас большая скорость атаки, то, соответственно, вы быстрее кратите вражеский интеллект. Ну, и, естественно, у вас больше дэмэджа, больше урона. Посмотрите, да, урон маны 9%, кража интеллекта 5. То есть 5 интеллекта на 13 умножаем. Ну, грубо говоря, если будет 2 атаки в секунду скорость, собственно, атаки, то 130 маны получается, девауэр, то есть 10 интеллекта, 130 маны будет кратить за секунду. А 130 маны, это он забирает у вас, добавляет себе еще и дэмэдж увеличивает. Ну, короче, в общем, все весьма-весьма-весьма сложно. Ну, неприятно, да, когда девауэр, по-моему, такими сильными ударами, ну, быстрыми ударами, что касается ультимета, то его тоже немножко переработали, ну, и, соответственно, аганим тоже переработали. Ультимет теперь, я так понимаю, всегда сжигает 40% маны, давайте уточним. Сжигает вражеским игром 40%, да, от максимального запаса маны. Ну, а дальше там уже урон зависит от интеллекта девауэра. Ну, так всегда было там, или он не наносит урона, если интеллект равный или больше, или он наносит там какой-то огромный урон, если интеллект маленький противника. Аганим сейчас работает таким образом, что садит он в астрал всех, кто попадает под действие Санитис Эклипсом. Сам же астрал наносит дэмэдж и всегда работает на 4 секунды, ну, всегда действует столько, всегда 4 секунды. Аганим раньше тоже было 1, 2, 3, 4 с левелом увеличивалось количество времени, которое человек проводил в астрале. Какой-то бешеный гуди, не знаю, чем, что, куда себя деть. Так, а вот по-другому немножко линии поставили. Теперь видите Урицу лон-друид, и это лон-друид в центре против Ио и Эмбера. Как интересно. А Девауэр спокойно выфармливает. Интересно, сколько крипов он уже убил пока, только одного. Может быть, потом разгонится. Да, вот уже начиная там, давайте, второго. Станчик дает DDX, чтобы получить XPOOL. Ну, заодно, естественно, и деньги. Так, лон-друид. Ну, да, ему будет тут посложнее стоять. Он здесь против 2Х стоит, несмотря даже на то, что у него есть медведь. Но дынает прям из-под носа Джерри, да у него дамаги-то 47. Ну, умудряется. Так вот. Отвод там замутил DDX, но, как бы, всю эту историю обнаружили герои Шазамы. Теперь выфармливают там всех крипов. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Тут, видите, что под щитком-то Абадон бегает. У него двойной, получается, щиток. Ну, правда, там расстреливал его Бенжес, поэтому МСС вынужден немножко отступать назад. Не готов он там прям до конца идти размениваться. Так, а есть ли уже Сурдж? Да, Сурдж есть, и щиток сейчас откатится. Двойной такой щит у МСС, и интересно получается. Много дэмэджа можно внести. Ну, получается, пока что выигрывают боковые линии Шазамы по центру. Все-таки доминация здесь больше от Not Today. 11 крипов, у Лондруида вообще все грустно. Ну, хотя вот на какое-то время сейчас его остается в покое. Так-так-так-так-так-так-так, там по Тауру зашел Бракс. Он же Old Chicken. Old Chicken Бракс. И он хочет сделать отводик. Ну, все получилось. Все получилось. Мейсон тем временем запушил уже довольно глубоко, потому что здесь 3 крипи мага. И GDX будет получать здесь 5-ый левел. Однозначно. Тут слишком много крипов, чтобы его не получить. Так, еще встан. Ладно, все-таки чуть-чуть не хватило. Вот еще буквально 93 крипи. Тем временем, МСС продолжает быть сверхактивным. Щасточек еще не взорвался. Или это новый? Да, это был новый. Это был новый щит. Не заряжены у него стики. Ну, к сожалению, не те герои. Это не Бэтрайдер и не Бристлбэк, которые прям мгновенно практически вам заряжают стик. Но можно пойти за руной. Если бы был Боттл, было бы вообще все шикарно и прекрасно. А может быть он летит? Нет, это Солринг, скорее всего. Да, Солринг для Дарксира. Тогда нужно надеяться на реген. Но это не реген, это руна богатства. Кстати, смотрите, Лаундруид немножко сравнялся по крипстату со спиритом. Ну, а Девауэр, в принципе, поскольку ему никто не мешает, он тоже имеет столько же, сколько и гирокоптер. Так, ну что, сжигают сейчас медвежонка. Или... Да, 300 монет. Ну, крайне хорошее такое баунти. Да, можно призвать нового, но 300 монет. Это все-таки 300 монет. Это реально нормально. Реально много. Так, побежал-побежал медведь. Есть у него, кстати, уже корни, но они не работают. Не работают. Не работают. Ну, бей же. Ну, крипово добивает. Может быть, надо просто бить... На самом деле, надо постоянно пытаться... Да, вот Эмбера бить. Смотрите, Эмбер так вот развернулся-то. А Эмбер чуть-чуть не погиб. У него мало брони. Три брони, поэтому любая... Тычка, которая по нему проходит, она довольно серьезно его ранит. И вот пришли два парня серьезно ранить противника. Ну, тут такой ганг на ганг будет совершаться, потому что очень хотят забрать сейчас Ритцу. Но то же самое хотят и на Тудей всех позабирать. Так, Сноубол вкатывается, вкатывается в ИО. Есть ФБ. Есть ФБ. Теперь можно попробовать Лео Стайл. Забратили Гуди. Щелочек на обадоне работает. Гуди погибает. Ну, теперь один здесь остается Лео Стайл. Но что он будет делать? Он просто будет бежать или нет? Он связывает всех и сам погибает. И сгорает ли? Да, сгорает Таск. Но три в один размен. Не самый лучший. Ну, не самый худший. Худший-то, если бы вообще не было размена. Так, два ура остался. Ну, стан или нет? Почему не дают стан? Стан, вот. Стан теперь убегать на спринте. А, здесь погоня ИО. Ну, тут такая еще неизвестная, что ИО может сделать. Вот, брак ускоряется. У БДНа есть щиток. Так, развернулся. ИО вард поставил. Но БДН сейчас будет... Сейчас он его убьют. Посмотрите, не с кем притянуться. Тизера нет. Тизер, точнее, тизер есть. Но никого нет рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А 1-4 уже там залетела каска, я так подозреваю. У Дваура на спринте Деник сбежит. Надо кого-то опрятать. Но нет возможности. Отхиливается. Лол, Мейсон отхиливается. Стан. Ну, почему не дал стан? Там рейнджи 400 или 350. Ну, 350 тоже немало. Можно было дать. Ну, много хп было уже. У Сардара, понятно. У Дваура много хп было. Не убили бы. Не убили бы однозначно. Интересно, что сам и Витя показывают. Такого лондруида, теперь другого лондруида. Корни? Нет. Надо быть аккуратным. Все-таки опять 300 денег подарить не самая лучшая идея. ТП от Абадона. Ну, пора уже, да, перемещаться сюда. Потому что появился 6-й левел Сардара. И будет он постоянно напрягать Дваура своим минус армором. Плюс каска от Гуди. Вот сейчас нападут. И щиток, 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 щиток. Ай, отскочила-то. Щиток, кстати, не понадобился. Потому что сами убежали. Сами испугались. Но Тудей. Вроде хотели напасть. Но передумали. Ну, а на Геррокоптера кто-то будет нападать? Там Сноубол, Шарды, Варлус Панч, нет? Панча нет, да. Но Шарды есть. О, хорошая. А там два щитка. Калдаун дает. Окей, Дарксир ускоряется. Дарксир хочет забрать. Но прилетел сюда Гуди. Поэтому надо отступить. Ну, если бы Сноубол, да, он может быть... Ну, нет, там все-таки была такая ситуация. Неоднозначная. Под калдаун попасть вдвоем не самое лучшее решение. Не самое. Так, Лондруида. Что есть? Ну, он пока все подряд собирает. Там сапоги, арбы. Там какие-то еще вот эти вот так базилки. А вот это вот минус саппорт. Однозначно. Еще удар. Сноубол. Ну, отпускай уже. Отпускай, да. Сноубол. Стан подвоем. Стан в ответ. Ну, размен. Ладно. Размен 1 в 1. Ну, нормальный размен. По сути, там Дарксир ускорится, уйдет, убежит. Улетит, если надо будет. ТП у него вроде бы было. Да. Такая вот какая-то история пока что. Пишет в чате экшен. Я его сделал. Отвод. Ну да. Ну вот он, вот он экшен. Нет, нет экшена. Да, что ж такое. Гоу экшен. Гоу корни. Мощь спиритбирра позволяет ему наносить повышенный урон постройкам, а также делает его менее восприимчивым к магии. Такой вот он. Спиритбир. Рэббит работает. Скорость стаки увеличена. Скорость передвижения тоже увеличена. Ну, есть мнение, что пора смоки жать. Так, панч. Шарды, кстати, и пострадал сейчас спирит. Причем не кисло. Смотрите, тавр-то по нему. Сейчас еще тычка долетит, да. Когда скиллы у спирита не эвейдят. Ну, как бы, проджектайлы. То есть, с помощью них можно заэвейдить, но использование скилла само по себе не эвейдит. Например, у многих героев вы эвейдят. Например, тот же блин, да. Летит в тебя. Что-то ты делаешь, блинка, и все. Тебе уже не попадает. Или у виндренджа, например, виндраун, да, тоже. То есть, что-то в тебя летит, ты виндраун прожал и заэвейдил. Тут же немножко по-другому работает. Ну-ка, цапни, 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 еще цапни, еще цапни. Не работают корни, как назло. Три или четыре удара прошло, шанс с 25%. Связали обоих. Ой, 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 больно-то улетает, улетает. Есть, селедочка, сноубол будет сейчас в нее вкатываться, вкатываться, вкатываться. Не вкатился, панч дали по Ио. Ио там тизерится. Ио сейчас, если будет корни, нет, корнее. Абадон, ультимет, давай, Коэл, Коэл, в кого-то нет, получается, стан. Сейчас должен еще точек. Ай-яй-яй, ультимет-то закончился. Каска полетела, МСС погиб. Ну, не хватило здесь вот Дваура, не хватило Бракса. Несмотря на то, что их не хватило, дрались практически со всей командой Шазамы и довольно успешно. Ну, там как, там получается Лондруид, он как бы один, но их двое, потому что еще Медведь. И уже численное преимущество создается, некое подобие того, что у вас много. В общем, 3-5. 3-5. Шарды закрывают Бенжеса, но дальше продолжения мы не видим. Когда уже Дваур начнет что-то делать? Сколько можно? Дваур какой-то такой старинный билд. А, нет, это не старинный билд, это, скорее всего, будет Драгон Лэнс. Драгон Ланз, вот это вот. 130 к дальности атаки в дальнем бою. Это полезный весьма артефакт. Видите, 450 ранж у Дваура и как бы 570. Это хорошо. Дальше стоишь, больше проживешь. Радианс Миддл Тауэр is under attack. Так. Какая-то белая обезьяна, вовсе не Медведь. Ну, не сказал бы я, что Лон Друид какой-то очень тут прям раскачанный, расфармленный. Кстати, ну, туда на прошлой карте тоже лидировали. Вот их кор-герои постоянно там имели топовый Датворс, но это их не спасло от поражения. Дваура, кстати, странно. Несмотря на то, что вот его никто тут особо не напрягает, он что-то как-то надворс... Ну, у него неплохой надворс, но хуже там на 500 маят, чем в Визави. Например, вот он, вот он Визави. Вот он Герокоптер. Даркфир с Меккой. Норм. А парни воюют друг с другом. Кого ж там? Тут 2-1 у Спирита, а у Лон Друида сколько? 0-0-3. Ну, что лучше, вопрос. Ну, там, правда, еще Спирит убивал Медвежонка, по-моему, раз или два. Так что, наверное, получше. Так-так-так-так-так-так-так-так. Побежал Медведь в обход. Очень быстро. Что это? А, это доминированный крип. Так, перемещаются все наверх. Там уже сражение вовсю идет. Зацепили Мэйсона. Щеточек на Мэйсона, но стан еще отдается. Каска отлетает в Мэйсона, подхиливает Мэйсона. Мэйсон выживает. О, как много дэмэджа там впитал в себя. Боже, Мэйсон на разворте теперь. Давай ультимейт, Мэйсон, ультимейт. Самое время, но стан прописал там DDX. Мэйсон не смог тут ультимейт. Забирают сейчас DDX. Мэйсона, конечно, вся команда била. Но Абадон, Абадон, конечно, и Брак сделали свое дело. Смогли его спасти и забрать двоих. Ну, и сейчас еще и заберут тавер. Возможно, даже не один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот-вот-вот, Сноубол. Сноубол вкатывается. Нужен ультимейт, должен Мэйсон подходить. Ну, давай-то, Мэйсон, что-нибудь. Мэйсон, почему каска летает? Убивает он саппорта. Где? Они-то уже у него маны и стенку поставили. Ну, что ж такое там? Мэйсон все зафейлил. Так ульту и не дал. Для кого ты ее берег? Ну, я в шоке. Еще и астрал не качал. Ну, хочет там как можно больше интеллекта красть. Ну, я понимаю. Его хотение, ну, блин. Ультимейт! Ждал, 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 ждал. В итоге все ему сбивало. Все, ну, все дизейбл ловил. Ну, и, соответственно, ничего не дал. Не тот раз, не этот раз. Семь на восемь счет. Как-то далеко он был, ну, в общем, непонятно. Ну, вот все-таки Шазамом будет очень сложно в плей-оффе. С такой игрой, ну, то есть таск врывается вот сюда, вкатывается, а эти тут сюда соплю жуют. Вопрос. Вы врываетесь? Или вы тавер бьете? Если врываетесь, то должен врываться не один персонаж. Ну, разве что, один персонаж может убить всех. Если у вас таск, который может это сделать, то да, тогда вам нечего врываться. Вы там занимаетесь своими делами, таск разберется. Но если он не может тавер, так помогайте, в конце концов, ему. БФ, Рудуфатос. Ну, такой, видите, Эмбер без травелов. Мы уже привыкли к тому, что там в First Item вам травела Эмберы вывозят. Но этот не такой. Этот другой. Ну, вот идут, да, такие? Такие идут. Намерен все-таки Мейсон дать ультимейт. Ультимейт надо давать как можно раньше. Ну, 40% сжигания маны. То есть толку давать ультимейт, когда там уже все скиллы противник побросал. Надо давать раньше, чтобы маны не хватило, может быть, на какой-то там ультимейт или скилл там после ультимейта. Это как Зевс. Зевсу важно дать рассказ сразу. Потому что у Зевса пассивка работает от конкретного количества ХП. То есть чем меньше ХП, тем меньше продамажит в итоге. То есть, соответственно, ты даешь там 3 удара и за 3 удара снимаешь 25% ХП. Чтоб снять... Так-так-так-так-так, потом обсудим. Тут кого-то забрали в виде Доктора. Так, погоня. Ну, там, если что, есть ультимейт. Еще 3 ТП. Вот так вот надо сразу же быстро отсюда убегать. Ну, остановите. Варлз Патч не успевает. Ничего. А, был в откате у Таска. Понятно. Понятно. В откате. Да, так вот про Зевса. То есть, чтобы снять 25% ХП, надо дать 3 скилла. Да, чтобы снять 50% ХП, надо дать 6 скиллов. А чтобы 75, надо дать уже чуть ли не там 24 скилла. Ну, вот. Потому что каждый раз все меньше и меньше и меньше отнимает. Процент от количества конкретного ХП. Сноубол вкатывается в левую стайла. Не успевает он идти дальше на реминанта. Возможно, мана ему не хватало для этого. Ну, мы уже не узнаем. Не успеваем его прокликать. Это и не важно. 7 на 10. Но по-прежнему, вот, Шазамы, видите, такое у них было проседалово где-то. Давайте по графикам посмотрим. В какой-то момент 4 минуты назад. Но сейчас все опять пошло под диктовку именно этих парней. Ну, тут уже может Лондруид начинать выфармливать. Ну, уже выфармил Сакрид. И теперь будет фармить вражеские отводы. Загоняют, загоняют DDX-а, Сноубол. По нему замедлил его Рудофотосом. Мэйсон, привет, DDX. Как ты себя чувствуешь этим утром? Да, вот он, Ланс. Ланс, Рудофотос. Все прекрасно. Тут пытаются в размин выходить. Not today. Но, как говорится, not today. Не сегодня. Калдаун, конечно, убивает крипов. Попадает там по Абадону. Но, ага, еще и Каска неприятно летает. По всей просто команде. Ну, стянулись, конечно, все, кроме Спирта, который может на Римлянте прилететь. Надо бы защищаться уже. Ну, как бы последний, собственно, Тавр, который вне базы стоит. Че-то надо с этим делать. Угу. Как ни странно, маленький левел у Мэйсона. Но, может быть, это из-за... Да, я же не знаю, из-за чего, честно. Плохих крипов фармил. Так, тут был стан и бежать назад. Блинка... Ну, у Дарксира пока нет, но он может его купить прямо сейчас. Вот, наверное, сейчас щиточек продаст, да, и купит Блинк. Понял, вот, вот, чего-то не хватает. Кстати, опять врыв, сейчас будет прыжочек, стенка... Ай-яй-яй, сразу же стянул всех, потому что на Релаките Ио залетал, привозил сейчас герокоптер, запретил там себя Мэйсон. Назад Мэйсон бежит, Мэйсон отступает. Мэйсон, наконец-то, ультимейт хороший, сноубол вкатывается. Ио сейчас погибнет, нет, Ио выживает. Есть Варлус Панч Бенджес. И до конца пытается сражаться и расстреливает еще второго персонажа. Еще и третьего, минус три, вот так вот. Воу, 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 воу. Ну, ок, ок. Тревела. У Лео стайла. Не рассчитывали на такую вот западню. Ну, как бы там ни было, 20-ая минута, а Родианс готов. Родианс готов. Вы зачатки Владимира. Барбану Абадона. Ну, еще и 1700. Так, а что Абадон будет покупать? Ну, я видел сегодня Абадона с линзой с аганимом. В общем, непонятно. Может купить какой-то глимер. Ну, или начать его собирать. Может в медаль уйти. Посмотрим. Может Сашу Яшу собрать. Почему нет? Я буду кэри Абадон. Такой танк. Танк Абадон. Так, 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 так. Что ты делаешь? Что ты забыл, лон друид? Ну, что это такое? Его убьет спирита, а он бьет крипов, лол. Может быть, в Хекс начинает выходить, вот реально. Или какой-то, ну, какой-то дорогой артефакт такой. Вот там, там, Хекс, Шива. Лон друид, конечно, молодец. Или он думал, это иллюзия. Или он, ну, скорее всего, отвлекся просто. Там что-то покупал. Или там, не знаю. По телефону позвонили. Фанаты попросили автограф. Хорошие, кстати, шарды. Дидикс уже тем путем не вернется какое-то время. А, нет, у него Блинк вернется. Ну, сейчас опять проседание у Шазама. Сейчас опять они немножко тупанули. И вот оно все поехало, поехало вверх. Блинк Девауэр. Угу. Ясно. В общем, нужен Муншард Девауэру. И БКБ. Сначала БКБ. Сначала БКБ. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Развлечь Лео, но не сильно-то он его и развлек. Чена нет на этой карте, поэтому из Пуш и еще и Развора тоже, кстати, нет. Так, ну, Каска перед смертью добивает Кэллом. Так вот, нет, ну, то есть Пуша нет. Есть только Лон Друид. Ну, Лон Друид как бы сам Пуш воплоти. Но, желательно, конечно, еще каких-то раз... Ой-ой-ой-ой, тизь Рица в противоположную сторону. Калдаун заходит по Рицу. Рицу, стан прилетает от Стардара неожиданно, но запретил... Запретил сейчас Мейсон, спасает своего парня. Стенку поставили. Очень хотят забрать Рицу, но там подхиливает его Мека. И сейчас закончится БКБ у Бенжеса. И Бенжес закончится вместе с ним. Так вот, двоих убивают. Ну, и скорее всего, сейчас на Рошана пойдут. Дабл дэмэдж, так хорошо. Слушайте, они плохо так отрывают, смотрите, Мейсон с Рошана. Воу-воу-воу. Щеточки Кабадон будут давать? Сейчас клэпнет Рошан или нет? Или уже клэппл. Клопок. Очень быстро, очень быстро, на удивление. Так. Ну, а продолжения-то и нет. Вот она проблема Слардара, да? Такого у флейнера-саппорта. Можно ворваться, все, дау, повесил, но сам убить не может. В то время, как, например, Спиритбрекер, может, просто разогнался, оглушил, потом дал ультимейт и уже минус саппорт. Ну, например, такой вот, как Вич Доктор. Ну, потихоньку наблюдаем, конечно, как продвигаются Шазамы. Есть у них Аегис, и надо его обменять. Обменять. Какой курс сейчас нынче Аегиса? Две вышки, три вышки на Аегис. Или как? Ой, БКБ поздновато уже. Потерял довольно значительное число АКП. Сейчас просто с руки его завалят. Здесь есть еще корни в корни! Эйджект! Эйджект, да. Катапультироваться остается только Агирокоптеру. Очень не повезло ему. Так, не засыпай. Я реально уж засыпаю. Извините, друзья. Ну, похоже на развал. Какие-то герои живы, но в основном-то герои команды Шазам. Их живость исчисляется числом 5. Измеряется числом 5. Так, ультимейт срабатывает у МСС. У башни нет такого ультимейта, поэтому не может на себя подхилять. Ворвался Сардар, но зря он это сделал. Пожарел об этом тут же. Мэйсон с Аегисом готов его отдать в любой момент. Ну, в общем, прошлая карта за там 38 минут закончилась. Это, наверное, точно столько же затянет. В сторону уже одну забрали. Я думаю, через 10 минут соберут еще одну. Ну, вообще-то я бы хотел, чтобы они сделали это через минуту, потому что все у них имеется. Через минуту будет все, да. Даже через меньше. Потому что не хватает ультимейта Дарксира, а он откатится через чуть-чуть. Через чуть-чуть. Может быть, смог просто какой-то зайти в лесу, найти, опять же, герокоптеры или спирита. Их убийство равносильно минус стороне, что равносильно, в свою очередь, игре. Game, set, match. Миссис Уильямс. Так, шваркнули спиритбэра. Тому больно, тому неприятно. Ну, бывает. Что ж, охота на медведя завершилась взятием этого самого медведя. И, возможно, перед камином теперь у спирита появится такое чучело с огромной-огромной головой. Ну, у Лондруида этих медведей запасных вообще каждые 100 секунд. Или сколько там, 120 секунд можно призывать нового. Так, 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 так. Привет. Привет за два блинка в разные стороны. Сноубол. Сноубол настигает. Панч тоже настигает. Стан. Абаддон. Просто рукой. Бить, 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 бить. И последний дэмэдж наносит Мэйсон. Ну, вот то, что мы с вами обсуждали. Найти кого-то в лесу, убить и продолжить атаку. К сожалению, это не герокоптер или имба спирит. Но, возможно, этого и не надо. Включаю я вам байбеки на всякий пожарный случай. И там уже прям какой-то суперглубокий врыв просто засовывают в Т4 свои скиллы Шазам. И не стесняясь вообще ничего. Тут как бы люди собрались. Возможно, даже дети. Что вы делаете, Шазам? Стойте. Прекратите. Ну, ГГ. Я рад, что Фонари был по второму плану. Не через 10 минут, а вот сразу. Отрегенили скиллы и пошли. Что-то не прожимает ноту Дэй Джи Джи. Хотят еще поиграть. Ну, давайте поиграем. Вот, говорит Мэйсон, давайте поиграем. Что, поиграли? Поиграли. Давайте Ди Дикс тоже с тобой поиграем. Мы с тобой поиграли. Кто еще хочет? Выходи играть, Ио. Что ты где-то... А, вот пришел, Лео стоял. Давай играть, Лео. Лео. Играя с нами. Байбэк. Ио. Релокейт делает поближе к файту. Давай. Все, давай. Ну, что ж. Друзья мои. Хочу вам сказать. 6 часов 12 минут. Я рад, что победили сильнейшие. Очень жалко Not Today. Но они были слабы. Не готовы к серьезной доте. Шазамы тоже не самая сильная команда. Вот честно. Они в плей-оффах, мне кажется, далеко не пойдут. Вот такой вот неутешительный для их прогноз. Интересно. Да. Качественно. Иногда. Желаем им успехов. Not Today. Тем более желаем им успехов. Интересная команда. Харизматичная. Но не хватает. Вот не хватает, не хватает чего-то. Многого на самом деле не хватает. Да ладно. Не будем делать таких разбор полетов. Будем просто на этом завершать нашу трансляцию. До новых встреч в эфире, друзья. Кстати, как до новых? Вы там переходите. Просто переключайтесь на первый, второй канал. Там уже идут матчи. Уже идут плей-оффы. И там все интересно, интересно, интересно. Вот. Но я с вами прощаюсь. Так что...